Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности детей. В Карачаево-Черкесии участились ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ОГИБДД по Карачаево-Черкесии провели профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в ходе которого сотрудники полиции еще раз напомнили водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД и необходимости оснащения детскими креслами автомобилей. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. За три месяца текущего года произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в результате которых несовершеннолетние участники дорожного движения получили травмы. Поэтому сегодня актуально проведение профилактических мероприятий, дабы напомнить гражданам о важности соблюдения ПДД. Чтобы не допустить ДТП, отмечают представители ОГИБДД. Во время проведения мероприятий особое внимание уделяется выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей и выявлению водителей, допускающих нарушения правил пешеходных переходов и самих пешеходов, переходящих в проезжую часть с нарушением правил дорожного движения. Эти правонарушения влекут за собой следующую ответственность. Статья 12.18 КОАП РФ. Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. В ходе профилактического мероприятия, внимание, дети сотрудники полиции раздали водителям информационные буклеты с призывом использовать детское кресло, чтобы обеспечить безопасность ребенку. Часто бывает так, что непристегнутый пассажир находится в зоне риска в случае ДТП. Сами водители отмечают, что такие акции позволят нам быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Также сотрудники полиции разъяснили пешеходам о соблюдении правил при переходе проезжей части. Все это может привести к ДТП. Поэтому важно помнить о водительской этике, а пешеходам не нарушать ПДД. Аля Халебшоков, Роберт Джигутара, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня в 10.00 ожидается кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств в учебных целях и в рамках командно-штабных учений. Граждане республики просят сохранять спокойствие. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9.00 смотрите программу «Черкесской редакции» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Хирургия катаракты и глуком. Автальма. Телефон в Ставрополе. 33-33-22. Радость бывает разной. Но повод для нее один. Скидки до 80% в 585-золотой. 585-золотой. Дарите эмоции. В эфире «Радио России». Карачаево-Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин